С собой у Алекса всегда две гитары, акустическая и электро, однако предпочтение в основном отдает последний, говорит, это особенный подарок в его жизни. В 70-е, 80-е, 90-е и 20-го века музыкант возрождал рок-н-ролл. Алекс выступал в дуэте со Стивеном Тайлером из группы Aerosmith. Психотик Пен Эппл, Ред Хост – это команды Алекса. Его композиция рок-н-ролл из Dead End With A Care занимала верхние строчки британских и американских хит-парадов. Совсем недавно Алекс основал группу Alex Carlin Bands, которая гастролирует по России. В нашей стране музыкант уже в седьмой раз, однако свой первый визит в Москву вспоминает с особым теплом. Собственного репертуара у музыканта пока нет, зато он отлично исполняет песни других групп и знаменитых коллективов. В его арсенале десятки каверов на хорошо знакомые хиты от ACDC, Rolling Stone и Beatles. Сейчас некоторые композиции Алекс исполняет на русском языке, чтобы публика в зале понимала, о чем он поет. Так нам он спел новую песню, которую написал несколько недель назад. «Все, что делится, 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 делится». Кстати, музыкант может похвастаться не только исполнением песен на чужом для него языке, но и попаданием в Книгу рекордов Гиннесса. В июле 2009-го Алекс Карлин играл рок-н-ролл 32 часа без перерыва. Этим он удивил весь мир и приобрел многочисленную армию поклонников. «В Америке каждый мальчик хочет быть в книге Гиннесса. Вау, супер! Я был в Лондоне на гастроли, и я был где Гиннесс, центр Гиннесса. Очень смешное место, девушка была на компьютере, и говорит, «О, Алекс, сделай то, делай самый длинный концерт, история мира, солны». Сейчас, несмотря на свои 60, Алекс Карлин признается, что его жизнь – это полный рок-н-ролл, который не дает ему стареть и держит в тонусе. Ростислав Азизов, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Ростислав Азизов, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.